Сотрудники предприятий, представители общественных организаций, обычные жители города в эти выходные выйдут на первый общегородской субботник. В планах привести в порядок после зимы дворы, дороги, парки и скверы. О том, как будут организованы мероприятия по уборке города, а также другие вопросы, сегодня обсудили на оперативном совещании в администрации Серпухова, которое провел глава города Дмитрий Жариков. Возьмутся за грабли лопаты. В эти выходные серпуховичи выйдут на первый в этом году субботник. На этот раз акции по уборке города разделены на три этапа. Они пройдут 14, 21 и 28 апреля. На улицах будет работать спецтехника, специалисты, комбинаты по благоустройству, покрасят бордюры, очистят дороги, устранят незаконную рекламу и соберут мусор. Особое внимание уделят торговым объектам. В кратчайшие сроки необходимо привести в порядок цоколи ступени входные группы. Убрать прилегающую территорию от мусора, вымыть плитку, удалить посторонние надписи, несанкционированную рекламу, покрасить или заменить урны. Хочу отметить, что по итогам объезда нештатными сотрудниками Госадмитехнадзора по всем выявленным их нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях. Татьяна Халтобина продолжает. Присоединиться к акции может любой желающий. Коммунальная служба обеспечит всем необходимым инвентарем. Точки выдачи будут расположены в разных частях города. Также получить инструменты можно будет в каждой управляющей компании. Проведение субботников должно стать праздником и вовлечивая в этот праздник необходимое наибольшее количество жителей. Для этого проводится активное информирование о датах проведения субботников, в местах выдачи инвентаря, через наружную рекламу, средств массовой информации, в соцсети, разместить информацию в подъездах и на информационных стендах. 9 апреля проведен организационный штаб, на котором поставлены задачи по проведению городских территорий в нормативном состоянии. Еще один важный вопрос оперативного совещания и исполнения бюджета городского округа за первый квартал этого года. По данным председателя комитета по финансам администрации Олега Киселева, доходы и расходы в этом периоде выросли дополнительные средства, направленные на социальную сферу образования, культуру и благоустройство. В приоритете – оплата труда работникам муниципальных организаций. Городским властям также всего за несколько месяцев удалось снизить муниципальный долг на 60 миллионов рублей. Заключен договор о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Московской области в размере 250 миллионов рублей под 1,4 ставки рефинансирования Центрального банка. Это 1,8% годовых. Для сравнения, в коммерческих банках у нас сейчас действуют проценты 9,43-9,44. Привлечение бюджетного кредита позволило погасить дорогостоящие кредиты в банках коммерческих, в связи с чем в 2018 году ожидается экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального долга в размере порядка 14,5 миллионов рублей. Дмитрий Жариков отметил, это не повод сидеть сложа руки. Привлечение средств в бюджет остается одной из приоритетных задач аппарат администрации. Перед нами стоит огромная задача в выполнении наших расходных обязательств. Мы говорили о том, что спланировано новое строительство объектов, проектно-изыскательские работы, которые мы должны провести. Строительство пристроек, бассейны, школы – это те обязательства, которые мы будем выполнять. Мы это обещали. К социальной сфере вернулись в третьем вопросе. В ходе совещания Дмитрий Жариков озвучил имя нового директора Серпуховского историко-художественного музея. Им стала Жанна Олейникова. До этого она работала в музейно-выставочном центре, а после была заместителем начальника управления культуры администрации Серпухова.